приветствую вас друзья вы на канале про инвестиции с вами роман и это рубрика главные новости фондового рынка все что происходило за последнюю неделю также то что было на этой неделе о том как инфляция все же влияет на фондовый рынок именно об этом мы с вами сегодня обо всем и поговорим ну можете садиться поудобнее наливать чай или кофе и мы начинаем разбирать все главные новости которые были первая самая такая интересная новость которая хотелось бы начать это то что фондовый рынок сша упал из-за возможного повышения ставок ранее он падал на сообщение об инфляции где она была там очень высокая по данным америки то есть ключевые индексы сша среду продолжили снижаться после понедельника и вторника федеральная резервная система сигнализировал своим возможным отходе от политики легких денег согласно протоколу заседания фрс это федеральная резервная система на америке свидетельство растущей инфляции устойчивого восстановления экономики могут привести к более раннему пересмотру почти нулевых процентных ставок и масштабной программе покупки облигаций хочу напомнить что в конце апреля фрс она сохранила базовую ставку на уровне 00 25 процентов годовых хотя официальные лица фрс указали что экономика все еще находится в режиме восстановления требует стимулов со стороны центрального банка некоторые из них на этой неделе заявили что центральный банк внимательно следит за развитием экономики и будет готов скорректировать политику случае необходимости а также некоторые должностные лица фрс хотят начать обсуждение плана по сокращению масштабной программы покупки облигаций фрс на одном из будущих заседания хочу напомнить что закупки казначейских и ипотечных облигаций в настоящее время составляют не менее 120 миллиардов долларов в месяц вот что сказал ричард суперштейн главный институционный директор трейзи партнерс мы ожидаем что фондовый рынок будет оставаться нестабильным ближайшие месяцы поскольку рынок ищет ясности в отношении инфляции именно инфляция сейчас очень сильно давить на фондовый рынок сша ну соответственно на фоне этого акции начинают падать соответственно как бы рынок начинает корректироваться а касается цен на нефть то инфляция она также продолжает давить именно на цены на нефть в цены и вот именно на не в среду ускорили падение теряя более четырех процентов из-за опасения возвращения на рынок иранских поставок а также тревог об ускорении инфляции которая может вынудить федрезерв повысить ставки в моменте нефть падала до 65 и 6 долларов за баррель марки brent но сейчас не чуть-чуть подорожала сейчас 66 и 9 долларов стоит тем не менее по сприт рф на международных организациях вене михаил ульянов написал в twitter что соглашение в пределах досягаемости это именно касается о иранской ядерной сделки цены на не впервые с марта выросли до 70 долларов за баррель во вторник на фоне оптимизма по поводу снятия коронавирусных ограничений сша европе однако позже котировки снизились на фоне опасений замедления спроса на топлива в азии в условиях резкого роста числа случаев кого 19 в индии тайване вьетнаме и таиланде и связанных с этим ограничений на передвижение неопределенность из-за инфляции также заставила он ведь инвесторов уйти из более рискованных активов таких как нефть наблюдается широкое избегание риска он добавил также вот джастин смер что предположение о том что федеральная резервная система может повысить ставки из-за опасений об инфляции это повлияло на перспективы роста и свою очередь на спрос на сырьевые товары то мы принципе видим что нефть она подешевела причем существенно подешевела то есть почти 70 сейчас 666 долларов 4 доллара нефть потеряла пресс очень серьезно относится к удержанию ставок на низком уровне но но на рынке ходят разговоры что изменения могут произойти раньше о чем мы с вами уже говорили то возможно они отойдут от денежной мягкой денежной кредитной политики и будут повышать ставки а также запасы в сша выросли на 1 3 миллиона баррелей за неделю аналитики ожидали роста на 16 миллиона ну принципе здесь чуть немного положительно можно так сказать казалось это тем не менее нефть немного подорожала дождь почти уже 67 долларов стоит а касается криптовалют то здесь тоже все не совсем радужно произошло вчера потери сектора криптовалют среду приблизились к одному триллиону долларов то есть биткоины эфириум они продемонстрируют самое крупное додневное падение с марта прошлого года года а на биржах coin bass global и binance произошли сбои резкое снижение криптовалют прошло после того как народный банк китая опубликовал новые правила запретить финансовым учреждениям проводить транзакции связанные с криптовалютой течение дня биткоин упал до 30 тысяч долларов самого низкого уровня с конца января самая популярная криптовалюта под демонстрировал самый крупный однодневный убыток с марта 2020 года эфириум же падал до 1850 долларов самого низкого уровня с конца января также зафиксируют самые большие однодневные потери также с марта прошлого года тем не менее потом они немного отыграли то есть биткоин поднялся к 37000 эфириум до 2740 долларов также до coin он не избежал участи и падал почти на 40 процентов потом они отыграли и немного все равно почти 20 процентов валюта потеряла чем это связано почему китай вел такой жесткий запрет на криптовалюты вот что можно сказать сказал один из аналитиков или экспертов максим башкатов он сказал что на сокращение операционных рисков и нацелен запрет дело не только волатильности криптовалюты китайское право не предусматривает возможность защиты прав возникающих на основании сделок с криптовалютой связи с чем пользователи цифровых активов не имеют возможности суде судебной защиты по его словам политику экономическом политико-экономическом контексте ограничение рынка выгодно китайскому регулятору а как при успешном развитии в китае цифровых платформ и экосистем вырастет спрос на цифровые активы и с учетом ограничений контролировать их будет проще случае с цифровыми валютами речь идет о централизованном решении создание валюты стоимость которая тождественно курсу национального юаня а вот случае например с биткойном ценообразование зависит от спроса и совершение децентрализованных транзакций блокчейне то есть таким образом китай он пытается немного обезопасить своих граждан от этих вот спекуляций которые происходят именно с криптовалютой ну принципе я тоже придерживаюсь такого мнения я не покупаю пока никаких криптовалют потому что считаю что это очень нестабильная такая волатильная и к тому же ничем не подтвержденная валюта то есть резко можем потерять то есть моменте биткойн достигал там 64 тысячи долларов но вчера упал до 30 то есть падение там два раза до было фактически ну как бы вам самим нужно расценивать все риски принимать на свой счет вот такие вот новости были по криптовалютам а касается газпрома то сша не все же хотят задержать строительство серого потока 2 от госдепартамент сша хочет вести санкции против четырех судов работающих над строительством газопровода северный поток 2 а также четырех связанных с ним компании госдеп предоставит отчет по этому вопросу в конгресс в среду то есть вчера 9 19 мая собеседники издания не уточнили о каких именно компаниях идет речь они добавили что запретительные меры против организации занимающих строительством газопровода определенно задержат реализацию проекта ранее портал xio сообщал что администрация президента сша джо байдена собирается отказаться от санкции против оператора газопровода компании серый поток 2 а этот шаг как пишет издание вероятно вызовет критику со стороны конгрессменов они настаивают на том что деятельность компании попадает под ограничительные меры в рамках закона о защите энергетической безопасности европы то по этому поводу сказала сама германия как раз таки власти германии германия среду подтвердила планы администрации сша отказаться от санкций в отношении оператора газопровода северный поток 2 и его его главы а есть президентское решение вывести из-под действия санкции компанию серый поток 2 и и генерального директора который является гражданином германии сказал на пресс-конференции министр иностранных дел фрг хайко масс вот такие вот были новости по газпрому то есть они в принципе как бы и собираются вводить вроде как санкции против газпрома именно но тем не менее они пытаются всячески его задержать строительство таким образом нам по сути осталось достроить совсем чуть-чуть нас конечно же это положительно бы оказалось на акциях газпрома соответственно выручка бы увеличилась чистая прибыль увеличилась ну и соответственно это бы отразилось на дивидендов но сша все же пытаются как-то запретить строительство но тем не менее уже как видим они много сокращают эти попытки соответственно санкции потихонечку отменяют еще одна такая интересная новость это как раз таки касается людей которые держат свои деньги на депозитах банках то есть первый зампред центрального банка россии сергей швецов сказал что регулятор обеспокоен ситуации с уровнем процентных ставок под депозитом которые остаются низкими и стимулируют отток средств граждан из банков а мы не имеем права вот он говорит что вмешиваться в оперативную деятельность кредитных организаций давать им какие-то вводные относительно того как им стоит строить свою процентную политику потому что от уровня процентных ставок зависит не только маржа кредитной организации но и кредитные ставки а здесь очень часто в той же риторики с правительством мы слышим что ставки высокие есть так сказать сообщающиеся сосуды а он добавил что вскоре меры центрального банка по снижению инфляции через денежно-кредитную политику и повышение ключевой ставки повлияют и на проценты по вкладам а центробанк в апреле во второй раз подряд повысил ставку доведя ее до 5 процентов и достигнув нижней границы диапазона который означает нейтральную политику есть некие так лаги трансмиссионного механизма и с определенная срочкой банки будут поднимать процентные ставки вслед за действием центрального банка по ключевой ставки есть как бы он говорит что можете не сомневаться последний прогноз предполагает инфляцию на уровне 4 7 5 и 2 процента на конец 2021 года также по словам шрицова уже сейчас на рынке есть вклады которые способны покрыть эту инфляцию даже с учетом новых налогов по депозитам также банк опубликовал данные о максимальных средних ставках по вкладам рубля в крупнейших банках ориентиры на по ключевой ставки дал сам центральный банк в апреле впервые предоставив прогнозную траекторию среднего значения ключевой ставки на 2021 год это диапазон от 4 8 до 5 4 процента это предполагает что потенциал роста ключевой ставки в текущем году еще есть таким образом перспективы нескольких месяцев доходности по депозитам могут еще немного подрасти однако без дальнейшего роста ключевой ставки их потенциал ограничен также в ближайшее заседание совета директоров банка россии по ключевой ставки запланировал на 11 июня то есть в принципе возможно ставки будут еще расти соответственно по депозитам процент тоже должен вырасти но все равно как бы он будет покрывать только возможно ту инфляцию которая официальная но заработать на этом как таковой не получится поэтому как бы смотрите сами то для вас перспективнее как бы сохранить просто свои деньги или возможно как-то их приумножить этому изучайте фондовый рынок и возможно пора уже открывать брокерский счет но такие интересные новости которые я нашел в принципе многие из этих новостей возможно уже кто-то слышал но тем не менее продолжаем следить за главными новостями я буду их освещать по возможности на своем канале чтобы вы были тоже в курсе и происходящего но что касается как раз такие криптовалюты то здесь да многие люди я думаю потеряли очень существенно потому что начали фиксировать распродажа была криптовалюты очень сильная за вчерашний день тем не менее продолжаем инвестировать как бы рынок хоть и пошел в коррекцию небольшую тем не менее коррекция как это обычно бывает временная после любой коррекции всегда происходит рост нужно отбирать только хорошие бумаги которые действительно стабильные будут и им не угрожает никакая грубо говоря инфляция так сильно защитный сектор обязательно нужно иметь своем портфеле ну на этом все желаю всем удачи всем добра и помните что дорогу осилит идущий